Условно, выставку «Симбирск литературный» можно разделить на две части. Так, на втором этаже расположились два региональных проекта художника-иллюстратора Павла Клементьева. Один из них – это повесть Николая Крамзина «Бедная Лиза» в комиксах. Иллюстрации книги были созданы автором выставки. В роли экспонатов выступили как готовые развороты из книг, так и наработки и эскизы. Идея заключалась в том, чтобы показать работу над этими книгами. То есть, как шел ход работы, какие персонажи рождались в процессе работы и как это все выглядит в готовом варианте. Еще одним важным проектом Павла Клементьева стало краеведческое издание «Квестбук» по Ульяновской области и иллюстрации к нему. «Квестбук» – это уникальное издание обо всей литературной жизни Ульяновской области. В книге представлены известные имена, памятники, архитектуры, исторические справки в необычном развлекательном формате. Это как раз те две книги, которые представлены на втором этаже. Это «Квестбук» Ульяновской области и «Бедная Лиза». Это два региональных проекта, которые чисто наши. Их можно увидеть только в Ульяновской области, в наших библиотеках. На первом этаже посетители смогли, что называется, поближе познакомиться с самим автором и его личным стилем в творчестве. Выставку дополнили самые смелые идеи художника-иллюстратора. Зал музея украсили яркие самобытные образы юных девушек в стилизованной традиционной одежде. Все героини полотен воплощают природу и сезоны года. Выставки я узнала в интернете. То есть у меня подружка репостнула, и я тоже решила сходить. Как бы все очень понравилось. Интересно было посмотреть иллюстрации. Очень красивые, интересные. Пообщаться с тем, кто это, собственно, сделался. Выставка будет работать до 10 мая в Музее градостроительства и архитектуры Симбирско-Ульяновска. Экспозиция понравится как взрослым, так и детям.